Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова и сегодня у нас будет тест драйв новых продуктов из восьмого каталога компании Арифлейм, серия Love Nature с чайным деревом и лаймом. Я взяла три продукта, очищающий гель для лица, в принципе я взяла для дочки, но я попробую, чтобы поделиться с вами первыми впечатлениями. Я взяла скраб маску, маску скраб, этот продукт можно использовать в двух вариантах, наносить на чистую кожу, на 10 минут потом смывать, а можно использовать как скраб и мы попробуем и тот и другой вариант, я буду использовать одну половинку для маски, другую для скраба и скажу какой мне вариант больше нравится. И третий продукт из этой же серии масло, чайное дерево и лайм, это очень мощное ранозаживляющее и антибактериальное средство, такой флакончик, рекомендую всем в каждую семью, в каждый дом, потому что им можно очень много решить задач, начиная от прыщиков, если есть перхоть, в шампунь добавлять все раны, ушибы, укусы, порезы, синяки, то есть все-все-все можно мазать этим чайным деревом и происходит очень быстрый ранозаживляющий эффект, если быть точным. Итак, сейчас я сделаю следующую процедуру, умою лицо гелем, а потом нанесу маску. Через 10 минут мы будем смывать маску и попробуем скраб одновременно. Итак, поехали. Лицо нужно просто смочить водой, чтобы гель спенился и хорошо проработал всю кожу. Мне, конечно, не очень нравится эта форма, сразу говорю, я не люблю вот это, надо открутить, уже туда чуть-чуть вылилось, сюда налить. Теперь каким-то образом надо закрутить, гель уже льется, то есть форма не очень удобная, абсолютно. Сначала гель я вспениваю на кончиках пальчиков, смотрите, какая это получается. Вкусная, душистая такая пенка, то есть получается такой вот гель, заранее я его смешиваю на пальчиках и потом наношу на лицо, естественно, по массажным линиям. Как вы помните, чтобы было, чтобы предотвратить быстрое старение кожи, мы делаем правильные движения. От середины лица двигаемся, я начинаю вот отсюда вам рассказывать. От середины подбородка к мочкам уха, от крыла носа к вискам, от середины лба мы тоже двигаемся к вискам и проходим аккуратненько носик. Одно-две минутки делаем массаж, но вот как я вижу, такой густой пены не появилось, он хорошо скользит, очень вкусно пахнет. И сейчас я его просто смою. косички мешают. И нужно взять чистое полотенце, полотенце нужно менять почаще, и просто промокнуть лицо. Хорошо. Просто хорошо. Несколько минут подождать, чтобы понять, есть ли ощущение стянутости, сухости. Пока я не чувствую такого. Хотя, если вы внимательно посмотрите, у меня чуть-чуть расширенные поры в Т-зоне. Кожа не жирная. Даже вот она тонкая, очень тонкая кожа, кстати. И есть участки, которые я все время стараюсь увлажнить. Я каждый день пользуюсь сывороткой. Крем на утро, крем на ночь, эссенция, маски обязательно. И сейчас, конечно, очищающую маску я тоже делаю регулярно. Чередуюсь питательной. Сейчас будем маску пробовать. Давайте на левую сторону я нанесу маску. Она просто вот так выдавливается небольшое количество. Сразу в ней чувствуется, как щекотят отшелушивающие частички. Вот так удобнее будет. Так. Она такая жиденькая. Видите, она не плывет, конечно, но она достаточно жидкая. Когда мы делаем с вами такие вот очищающие маски, то, как правило, эти маски засыхают очень быстро, схватываются. И желательно в это время не болтать, не смеяться, не гримасничать ни в коем случае, а просто не говорить или даже лечь полежать, чтобы масочка хорошо поработала. Обходим глаза, большие очки, брови, губы. Наносим маску только на зону лица. И особенно обильно на Т-зону. Давайте половинку носа тоже нанесем. Я даже вот просто дотрагиваюсь до лица. Чуть-чуть даже не тру. Просто нашу маску я чувствую, как там гуляют такие частички приятные отшелушивающие. Все, засекаем 10 минут. Через 10 минут я к вам вернусь. И мы посмотрим, что случилось с маской. И на второй половине лица я сделаю скраб. Просто по влажной коже пройдусь скрабом. Все, пока. Через 10 минут встречаемся здесь же, на этом месте, в тот же час. GoPro с топ видео. Итак, прошло 10 минут. Говорить мне очень трудно, потому что маска прямо сковала лицо. И, ну видно, кое-где еще она не до конца высохла. Но в основном везде матовая. Ну что, сейчас будем пробовать маску использовать как скраб. Для этого я намочу вторую половину лица. Перед скрабом обязательно мочим лицо. И беру этот же продукт. Каплю. Большую такую. И наношу на лицо. Отшелушивающих частичек не так уж много. Как вот иногда бывает. Ощущения такие приятные. Я люблю скрабы. Для меня скраб намного удобнее, чем маска. В том плане, что это быстро. Быстро очистить лицо, когда оно устало. Особенно сейчас летом в жару. Я масками пользуюсь достаточно часто. И скрабами. Потому что лицо потеет. Сальные железы становятся активнее. Ой, какой кайфушный продукт. Аромат стал намного приятнее слаймом. Не такой резкий, как был раньше. Это я по маслу чайного дерева оцениваю. Но этот продукт тоже классный. Супер. Пару минуточек мы делаем такой массаж. И потом маску смываем. Но маску смыть не так просто. Смотрите, если просто рукой смывать, еще влажную сторону можно. Эта, потому что высохла. Представляете, сколько я буду ее размывать просто руками. Это невозможно. Я беру губку. Мою любимую вот эту губочку. Можно взять спонж коньяку. И сначала я маску смачиваю. Вот так аккуратненько. Пусть она отмокнет. Не надо ее сразу сдирать с лица. Пусть отмокает. Я в это время периодически промываюсь. Сниму пока скраб с этой половинки. Так. Наверное, камера не передает. Но я вот даже просто первый раз провела губкой. Вот сняла щечки. И вижу прям, какая она чистенькая. Кожица розовенькая стала. Свеженькая. Прям супер у тебя сияет. Почему масками надо пользоваться? Они помогают убрать верхний роговой слой клеток. Не нужных уже, отмирающих. На поверхность выходит свежая, чистая, молодая кожа. И она, конечно, выглядит гораздо свежее, розовая. А если маской долго не пользуешься, то там видно, как лицо становится каким-то серым. Замученным, таким уставшим. А все просто. Там лежит целый слой этих мертвых клеток. Плоские, сухие, обезвоженные уже. Их надо убрать. Не знать, когда они естественным путем отвалятся. А убирать это с помощью специальных продуктов. Благо, что в Арифлейм. Такой огромный выбор, шикарный ассортимент. Так. Ну вот практически все. То есть без стресса. Я раньше пыталась маски вот такие вот глиняные очищающие смывать руками. Это нереально. Я потом ватные диски подключала. Такая хохма всегда была. А сейчас, когда у нас появился этот спонж, он уже много лет. Всегда заказываю. Особенно, когда он со скидкой, я прям штук пять в корзиночку себе кидаю. И спонжик, он служит несколько месяцев. Он легко моется. В нем не заводятся микроорганизмы. И я его промываю, просто так отжимаю. Видите, он такой вот, его прям беспощадно можно сжимать. Он не рвется. Конечно, со временем он износится, но прослужит очень долго. Вот я смыла кожу, я просто сейчас водичкой еще ополосну. Какой кайф. И полотенцем просто промыкну. Красота. Все, кожа дышит, кожа свежая, чистенькая. Я поближе рассматриваю эффект. И с этой, с этой стороны прекрасный. То есть, хотите, пользуйтесь как маской, но это чуть подольше. А скрабом чуть побыстрее. Я, конечно, так как я люблю все быстро, я буду использовать в основном как скраб. Но если вам хочется, чтобы средство подольше поработало на коже, может быть, есть какие-то воспалительные процессы, то вам нельзя использовать как скраб. И у кого вот близко кровеносные сосуды, у меня тоже близко. Но я аккуратненько скрабом все равно прорабатываю. То есть, если есть прыщики, воспаление, скраб нельзя, да, запрещен. Только как маску используем. Маска вот именно снимет воспаление, все подсушит, вытянет прыщики, и они быстрее убегут. Так, ну что, мне нравится, все супер, просто великолепно. Но кожу хочется быстрее увлажнить, потому что она настолько вот стала сейчас чистая такая, аж прям скрипит. До этого я специально лицо трогала, до очищения прям вот палец не свезешь. Такой и застревал. А сейчас прям вот она порхает, прям пальчики по лицу. Все, я сейчас протру лицо тоником, нанесу сыворотку, крем, крем для глаз. И после этого сделаю макияж. Продукт супер, мне понравилось и то и другое средство. Единственное, только мне не нравится упаковка, то что без дозатора. Но это, конечно, удешевляет значительно продукт. И для нас это тоже плюс большой, да, можно и таким образом поступать. Благодарю вас всех за внимание. Желаю вам приятных вкусных покупок, красивой, свежей, сияющей кожи. И если видео полезное, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А если есть вопросы, просто пишите в комментариях. Я буду отвечать. Ваш вопрос может быть полезен для многих-многих людей. До новых встреч. Пока-пока. GoPro Stop Video